Стрелкова 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 Ну, спасибо. Это им огромное спасибо. Они так контрастируют с другими порядочными русскими людьми, что больше рекламы нам не нужно. Если человек хочет узнать, кто порядочный, кто нет, он может послушать эхо Москвы или Собчак и выбрать. Раз они его человека хвалят, значит это враг. Если они хвалят, ругают, значит тут что-то это наш человек. Кстати, по поводу Собчака. Недавно, я еще не посмотрел интервью, только начал смотреть, интервью Собчак. Собчак брала интервью у Бородая. Да. Я хочу сказать, что прямо Бородай и Игорь Стрелков и еще там несколько людей. Я знаю, что на самом деле благодаря именно Игорю Ивановичу он попал на то место. Ну, давайте так. Это тут сложный вопрос об этом говорить. Всех подводных камней этой истории мы не знаем и еще долго не узнаем. Пока это будущая большая война, пока не отвинет это на десятый, на пятый план, это событие сегодняшнего, которое там происходит, понимаете. Вот. Это сейчас в центре внимания эти события Новороссии. Пройдет месяц, два, три и мы будем вспоминать это, как знаете, как в 41-м вспоминали Порт-Артур. Редко, редко и только по круглым датам. Так и это также произойдет. Война, которая неизбежна. Миллионы погибших в нашей стране, они все поставят, и все сравняют, и все поставят на свои места. Выжившие объединятся, несмотря на любые свои политические воззрения. Насколько я знаю, именно благодаря, ну, при посредственном участии Бородая, наше первое формирование, первая группа, группа «Искры», первая интербригада Юго-Востока, попала не к Стрелкову, кому она шла на помощь, а попала в батальону «Восток» к Ходоковскому. Ну, скажем так. Где почти все погибли до 6 мая по Танецкому народу. Саша Бородая, ну, немножко заигрался. К сожалению, это пошло во вред общему делу. Да, заигрался. Я ему указывал не раз, когда был комендантом Снежного и с ним общался, на то, что его окружают непорядочные и трусливые люди. Ну, он тоже так же говорит, кто пришел, того и тапки. Понимаете, кто первый пришел, того и тапки. Можно ли его понять? Да, можно. Можно ли его простить за это? Ну, наверное, в сегодняшний момент нельзя, потому что пролилась кровь из-за его неразборчивости в этом вопросе. Был ли он подвластен в этот момент своим желанием? Нет, не был. Пройдет это. Пройдет. Нашли ли свои рычаги управления? Конечно. Рычаги управления, влияние. Как-то подействовали на парня. Все может быть. Но не нам судить. Бог рассудит в итоге, что как получилось. Получилось плохо? Ну, кто его знает, что плохо, понимаете? Никто не знает. Мы, когда в Славянск пришли, эта машина начала, Украина просто разваливаться. Она уже была в процессе развала из-за того, что Донбасс же проголосовал, 90% жителей Донбасса проголосовало за Януковича. Ихнего президента, не дождавшись каких-то трех месяцев до новых выборов, сняли. Это их возмутило. И это их возмущение в итоге привело к власти, испугались их неонацисты, привело к власти неонацистам, и страна начала развалиться на глазах. Но тут что-то остановилось. И это что-то, это деньги из США, которые полили с бесконечным потоком в эту страну и остановило эту систему хаоса, которая могла произойти бескровно, как в Чехословакии, разойтись, понимаете? Но пошло по другому совершенно сценарию. Это не выгодно было США. По сценарию пошло преддверие настоящего хаоса и крови. Кровь и хаос грядет в этой стране очень сильно. Это все очень зыбко, неясно. И только принципы какой-то духовности, как у нас, например, православие, да? Принципы не убей, не укради. Что бы ни говорили про самодержавие в стране, но у нас же до 2017 года была отменена смертная казнь. Где еще в мире такое, скажем, есть, да? Сейчас есть, да, есть. Но, извините, в США 12-летних детей убивают. Их казнят сегодня по приговору суда, так? Так. Но при этом, казалось бы, ну да, они виноваты. А кто это докажет? Человек-то уже мертв. И тут выплывает, что несколько тысяч дел сфабрикованы в Нью-Йорке. А если это тоже были дела сфабрикованы? Я, например, против смертной казни в нашей стране. Потому что убить человека, это все концы в воду, понимаете? Никто же потом не будет разбираться, цел он или нет. Но пройдет 20 лет, 15 лет. И все равно, правда, может стоить, человек оказался невиновым, было оболгом. Правильно? Вот у нас, вот Екатерина это знала, думала, и она сделала так. Да, тоже смертная казни в Нью-Йорке. Совершенно правильно. Совершенно правильно. Крайний вопрос. Последний на сегодня. Да. Берлин брать будем? Может, в Вашингтон, с одной стороны. А с другой стороны, давайте, я бы сторонник, конечно, был, знаете, китайской поговорки. Когда тигры дерутся, обезьяна сидит на горе и смотрит, кто из них победит. Но, к сожалению, так не получится. Обезьян у нас как раз в США. Англосаксонские. Но это, скажем, не так кажется. Господи. В наше, скажем так, что мир, мир меняется. И как меняются люди, так и меняется мир. Китайцы не такие, как были сто лет назад. Русские не такие, как были пятьдесят лет назад, или даже двадцать, тридцать. Все меняется. И англосаксы сейчас не такие, как были сто лет назад, и двести лет назад, когда они захватили Индию. Все меняется. Уже в Англии невозможно сейчас представить, как в Первую мировой войну, когда сотни тысяч людей без мобилизации добровольцами шли на войну в Европу. Сейчас этого невозможно, и не будет такого, ни в Америке, ни в США. Никаких добровольцев не будет. Есть добровольцы, их немного, и все они в Новороссии. Да, все они на нашей стороне. Все, которые есть в Европе, но они все в Новороссии на нашей стороне. Совершенно правильно. Система баптизма, сектанства довели англосаксов в такой степени. То есть они как пошли, начиная от католиков, которые ушли с православия, а потом ниже, 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 и скатились до полного сектанства, нарушили моральные устои этих народов и англосаксов. И они все уже, будущего у них, как лидеров мировых, нету. Они себя полностью декредитировали. Понимаете, в чем дело? И мир им поддержки не даст. Чем поддерживали англосаксов мир раньше? Они их поддерживают тем, что они против них не выступали. Сейчас так не будет. Любая война с англосаксами в мире и с мировым злом, тут же из-под воль будет протест по всему миру идти. И помогать будут, воюющиеся с ними, всеми силами, все как только могут. Вот и все. Капут Америки. Ну, последний, пожалуйста, кто поддерживает санкции Европы? Почитали корреспонденты, ученые, 750 миллионов человек. Кто поддерживает Россию в сопротивлении США и Европе? Три с половиной миллиарда. Вообще-то, извините меня, правда на нашей стороне, как оказалось, да? Совершенно верно. Спасибо за интервью. Пожалуйста, всегда пожалуйста.